Приветища! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием Юниверсим. Это кейсимулятор бога. Здесь мы будем создавать свое поселение и вести его от каменного века к цивилизованному миру. Вплоть до того, что мы построим потом ракеты и полетим на новые планеты, чтобы их терраформировать и заселить. Итак, знакомься. Это мои первые два поселенца. На этой планете они называют себя наггетами. Почти как наггетс, но нет, наггеты. И у них есть характер. На данный момент нейтральный. Также у нас будут периодические катаклизмы. То есть падение метеоритов, аномальная жара, метель или торнадо. Все как у нормальных наггетов. Помимо природных явлений могут напасть дикие животные. Это как бы мы все-таки в лесу, в каменном веке, поэтому должно быть. И агрессивные изгнанники. То есть те, кого я изгоню, они могут как потом в дальнейшем стать моими союзниками, либо наоборот стать моими противниками и нападать на наше поселение, в котором ранее выросли. Вот такие вот засранцы тоже бывают. Ну а теперь создаем новую жизнь. Проснись. Проснись, Создатель. Это начало твоей истории. Она начинается с нуля. Ничего, кроме бесконечной пустоты. Однако ты одним прикосновением можешь пробудить свет. Прикоснуться. И так возникла Вселенная. Миры, наполненные бесконечным потенциалом, были разбросаны по всему миру. Они приняли множество различных форм и размеров. И хотя большинство из них были обречены дрейфовать в космосе бесплодными и одинокими, другие процветали. Эти несколько планет вскоре стали домом для величайшего явления из всех возможных. Жизнь. Однако жизнь — странная штука. Она появляется и исчезает так же быстро, как горящий в атмосфере космический мусор. Целью создателя всегда было быть наблюдателем. Просто восхищаться мимолетной красотой, начало и конца жизни. Тем не менее, это равновесие никогда не могло длиться вечно. Проблема в том, что биологический вид не может развиваться независимо. Они всегда терпят неудачу в этом. Чтобы у жизни было больше шансов на успех, ей нужна рука помощи. Ах, мы здесь. Добро пожаловать на родную планету. Это редкое зрелище, поскольку так сложилось, что здесь были день и ночь. Тепло и холод. А по венам планеты текла вода. Почва была богата минералами, которые дали начало густому зеленому покрову. Была сформирована идеальная экосистема. Неудивительно, почему жизнь решила населить ее. Родился новый вид, и они нуждаются в руководстве. Теперь это ваша цель. Само их существование зависит от вас. Добро пожаловать на наш планету. Пока я прохожу тут обучение, я кратенько тебе расскажу про несколько интересных фишек, которые я сразу же заметил. Первая фишка — это то, как камера пролетает через облака. Словно мы их раздвигаем руками. Вдобавок к этому, наша камера намокает в облаках. И это видно по краям нашего экрана. А это говорит о том, что, скорее всего, погодные условия будут влиять и на нас. Ну, как минимум, хотя бы будет какой-то эффект на экране. Вторая фишка, которую я заметил, — это разрисованные животные. Без понятия, кто их разрисовал. Возможно, это рисунок меха такой. Но это крайне подозрительно. Намеки на то, что до нас тут была какая-то цивилизация. И да, на планете есть инопланетные какие-то объекты. Плавненько переходим к поиску места нашего поселения. В приоритете у нас, конечно же, еда. И вот я наткнулся на куст. Называется он «Смертноцвет». И это трава. По названию уже сразу нам понятно, что тут ловить нечего. Ищем дальше. Желательно, чтобы всё было рядышком. Вода, лес, камни, ну и еда. И, казалось бы, я пришёл к успеху. Наконец-то нашёл еду. Называется она «Поносник кровавый». Это типа такой намёк, что ты можешь меня съесть, но потом тебя замучает кровавый понос. Но нет, спасибо. Для своих поселенцев я такого не желаю. Поищу что-нибудь другое. И, кажется, нашёл. Издалека это похоже на ягоды. И так оно оказалось. Здравушка малина. Отличное место. Отличное название. Но с двух сторон вода. И это может быть очень опасно во время катаклизма. Поэтому лучше другое место поискать. И пролетев несколько километров, я наткнулся на отличную полянку с травами и пацанским фруктом. По-моему, чёткое название это то, что я искал. Пожалуй, обосную поселение здесь. Ставлю главное здание. Башня эволюции. Взгляните на ваших новых подданных. Их зовут наггетами. В основном из-за того, что их тела явно не способны оставаться в целости. Адахи и Элли — архитекторы своего вида. Они — основатели всего, что наггеты когда-либо узнают или достигнут. Это красивая планета. Постарайтесь не загубить её. Ладно? Постараемся. Не переживай. Периодически этот диктор будет выскакивать, что-то рассказывать, что-то смешное или что-то грустное. А сейчас нам нужно запустить исследовательский процесс. Внизу можно наблюдать, на каком этапе эволюции мы сейчас находимся и чего можем достичь. Начнём с примитивных инструментов. Они нам в любом случае нужны. Также водяное колесо, которое будет добывать нам воду. Проведём исследование потока воды, чтобы в дальнейшем создавать резервуары. И на этом пока что всё. Наши подопечные потихоньку уже обустраиваются на новом месте и начали строительство забора. И глядя на нашего мужчину, который там орёт, по-моему, матом, что он не может срубить дерево, по всей видимости, они собираются строить здесь жильё. Что ж, понаблюдаем, что у них получится. Каждый наггет уникален. Впрочем, некоторые общие черты у наггетов встречаются. Среди них потребность в базовых вещах, таких как еда и вода, крепкая крыша над головой и периодический отдых. Они хотят учиться, строить, исследовать и создавать. Это было бы довольно воодушевляюще, если бы они не были представителями вида, которые поначалу думали, что их тени пытаются их съесть. О, да, это отличная страшилка для детей. Если видишь тень, то бойся её, она может тебя съесть. В общем, я решил сменить имена своих подопечных. Барышню я назвал Евой, но мужчина у нас будет Адам. Почти как на другой планете под названием Земля. А вот и первые строительные леса. Прогресс идёт, и скоро здесь будет дом. Наши исследования дают свои плоды, и теперь мы можем построить водяной насос. Размечаем, конечно же, его возле воды, чтобы он её накачивал нам. Но сперва его нужно построить. А это произойдёт, когда ребята достроят свой дом. Исследование потока воды завершено. Отлично. Но ещё отличнее то, что ребята достроили свой дом. И он выглядит вот так. О, да в этот дом шесть наггетов влезет. А выглядит как маленькая пещерка. Надеюсь, вы не запустили своё тело перед пляжным сезоном. Вы ведь не собираетесь провести очередное лето на диване. А, это камень в мой огород. Мол, я ничего не делаю. Что ж, придётся засучить рукава и поколдовать своей божественной силой. Сейчас мне нужна магия под названием... Вот, стрела Купидона. Но я думаю, ты знаешь, что это такое. Нам нужно Еву и Адама поженить. Чтобы они начали создавать семейство, давать потомство и всё в этом духе. В Адамское сердце я уже стрельнул. И теперь стрелу в Еву. О, они так мило смотрятся вместе. Ещё бы. Они всё-таки созданы друг для друга. Пока Адам там просто тусит, Ева, между прочим, камни на своём горбу тащит. Бедная Ева. Всё на её хрупких плечах. А Адамчик там уже, походу, на диванчике сидит. В PlayStation рубит. Черепахи у нас тут бродят. Казалось бы, да, черепахи такие же, как и у нас на планете Земля. Но вот люди и нагиты совершенно разные. Тогда бы уж и животным тоже ноги и руки отделили от туловища. Как нагитам. Наконец-то Ева дошла. Я думал, она сейчас сделает сбучку Адаму, но нет. Не знаю я о вас, подумал бы, что вы пытаетесь подсмотреть. О, я подсмотр... Ну, так вышло просто, как бы... Вообще, я роль Купидона выполнял, так что... Ой, ладно, застыдил, отвернусь. Не буду подсматривать. Ну чё, они там закончили? Ещё... Ну сколько можно-то? Всё так долго. Ну завязывать уже! Я устал смотреть в небо. А если смотреть издалека, это считается, что я подсматриваю? Ах, только посмотри, это же малыш Наггет. Они такие милые, пока маленькие. Только не спеши привязываться к нему. Они ведь всё-таки смертны. Кроме того, скоро они повзрослеют и будут иметь собственное мнение и принимать самостоятельные жизненные решения. Посмотрим, как он вам тогда понравится. А что у нас Ева плачет? Она, по-моему, просит помощи. Она ко мне обратилась. Дорогой Творец, мы никак не можем сойтись во мнениях по поводу имён наших детей. Адам хочет назвать их банальными именами, например, Лев и Прав. И я уже готова переломать ему все кости. Я предложила более подходящие имена, но он считает, что я всё усложняю. Прошу, помоги нам решить этот спор. С любовью, Ева. Помоги Адаму и Еву назвать новорождённых Наггетов. Ну вот, я ещё и этим должен заниматься. Вы же родители, а не я. Но за это я получу плюс одно очко веры и пятнадцать очков исследования. Ладно. Я согласен. Вы действительно хотите тратить на это время? Ну кто-то же должен, я же всё-таки их бог. Ох, ёлки, он девочку назвал Каменюгой. Да лучше пусть будет... Как мы девочку назовём? Блин. Свалилась мне на голову эта семейка. Может, тоже банально Вероника или... Нет. Ещё проще. Ева 2. Всё. Это лучше, чем Каменюга. Поэтому у нас теперь имеется Ева 2. А пацана ты как называл? Дай поржу. Стик. Что в переводе, как палка. Нет. Лучше ты будешь Адам 2. У вас появился новый верующий. То есть Еве, видимо, понравились мои имена, которые я дал детям. Не забываем про исследование. Сейчас нам очень нужен огонь. И кожаные вёдра. Какие-никакие, а всё-таки вёдра. А раз появились вёдра, то по такому поводу и рыбалку надо изучить. А чтобы эту рыбу разделывать, нужна примитивная готовка. Наверное, пока остановимся на исследовании и займёмся чем-нибудь другим. Жизнь прекрасна, дети цветы жизни, а Адам колотит камни. Во рту пересохло у него. Ну, может быть, Ева жалится над тобой и принесёт тебе попить? А нет. Ева думает, как бы ей попасть в столовую, которой у нас ещё нет. Но в целом мысли понятны. Нужен водопой. А водопоя нет, потому что колесо не достроилось. Ева как раз занимается им. Может, что-нибудь им наколдовать? Вот у меня телекинез есть. Способность швырять объекты в живых существ. Звучит интригующе. Надо попробовать. Осталось только найти то, что я швырну. Ммм, пожалуй, это будет булыжник. Вау, я его действительно поднял. Сейчас наги-то обалдеет от того, что булыжник над ними летает. А это точно способность телекинеза? Я, по-моему, всё всосал в свою руку. Надо выкинуть это. Очень опасная способность. Хорошо, что я никого не прибил ей. В принципе, в поселении всё спокойно. Наги-то не в шоке. Подумаешь, тут камни с деревьями над башкой летали. Ничего страшного. Обычный день. Ну, раз так, я ещё раз потренируюсь. Только на воде. Посмотрим, на что способна эта сила. А там что, дерево бегает? Дерево с ногами? Это что-то новенькое. Давай-ка я на неё свою силу обрушу. Ну, в принципе, оно вкопалось в землю, и... Ему всё равно. Без очков Творца многое не сделать. А, ну да. Очки Творца — это своего рода мана, и она у меня закончилась, и нужно подождать, пока восполнится. Без неё колдовать я не могу. Как наши дела обстоят с колесом? Работа кипит, и это хорошо. Подожди, это разве не Адам младший? Это Адам-2, и он у нас уже вырос? Так быстро? Ему ведь всего два. А что означает два? Интервал 1. Нагит ещё ребёнок и не может выполнять никакие работы. Интервал 2. То, что у нас сейчас. Нагит уже взрослый и готов работать. Интервал 3. Нагит становится пожилым. И в любой момент может умереть. А мы к тому времени открыли огонь. Но сейчас не до этого, я пытаюсь разобраться с возрастом. Ещё лето не прошло, у меня уже Адам 18-летний. Хотя пару минут назад на горшок ещё ходил. Радует, конечно, что он колесо водяное достроил. И проблем с сухостью в горле у Нагитов должны отступить на задний план. Это не может меня не радовать. Возраст всё не вылазит и у меня из головы. Как так быстро дети растут? Где Адам? Адам, иди сюда. Я хочу посмотреть, сколько лет тебе. Да ладно, не может быть. У него двое детей, ему всего 9. А, интервал. Я понял. Цифра 9 ничего не означает. Интервал это цвет жёлтого в шкале. Фух. Ну, тогда меня это радует. Адам у нас ещё в полном рассвете сил. А то я было уже подумал, что он в любой момент у нас скончается от старости. Ева у нас тоже в рассвете сил. И, в принципе, возможно, что когда-нибудь Ева и Адам запилят нам ещё парочку детишек. Зима рано или поздно придёт, и нам понадобится резервуар. Ведь наше озеро замёрзнет, а в резервуаре вода будет храниться долго и не во льду. Кто-то попил из озера, творец. Они никогда не научатся. Твою ж налёг. Кто попил из озера? Чё за тупица? Адам, ну сколько... А, ну дай ему 9 лет. У тебя водохранилище есть. Обязательно было пить из озера. А вот и просьба подъехала. Дорогой творец, мой друг Адам никогда не отличался особой красотой лица. Но в последнее время он стал выглядеть ещё хуже. Мне ещё не доводилось видеть таких оттенков зелёного на коже. Я попыталась найти шамана, но они все уехали на какую-то медицинскую конференцию. По-видимому, кто-то открыл более эффективный способ удаления занос, чем ампутация. И они крайне взбудоражены этим событием. Не могу даже думать о том, чтобы потерять своего дорогого друга. Он у меня один. И ему день от дня всё хуже. Ты можешь чем-нибудь помочь? С уважением, Ева-2. А, то есть эта дочь просит об исцелении своего отца. Но в данном контексте она говорит, что это друг. По всей видимости, на этой планете нет родственных связей. После, когда дети вырастают. Ну, в любом случае, я тебе помогу. Потому что ты дашь мне 25 очков исследования. Этот наггет выглядит не так хорошо. Не думаю, что фиолетовые волдари это нормально. Сейчас подлечим. Здесь становится прохладно. Зима близко, творец. Да-да, я как раз собирался построить колодец. Но кое-кто мне поднасрал. И сейчас этого кое-кого нужно вылечить. Осталось только нужное заклинание найти. Во! То, что нужно. Колдуем. Абра-кадабра. С ним соловьем. Вылечить хочу. И чё-то ничего... А, я же паузу поставил. Приятно видеть, что вы так хорошо заботитесь о своих подданных. Ну, ещё бы. Это всё, что у меня есть. И, кстати, у Адама теперь нимб над головой. Его сам бог излечил. Ты понимаешь, что это значит, Адам? Я тебя очень люблю, засранец ты такой. И чтоб больше не пил из озера. А то я тебя пронзю стрелой Купидона. Возвращаемся к строительству резервуара. Потому что без него зиму мы не переживём. Нужно лишь найти место, куда его теперь поставить. Ева поймала инфекцию, попив из озера. Но она утверждает, что заразилась, когда защищала невинного от бешеной белки. Ева, ну ты-то куда? Ладно, Адам тупой. Ну ты-то чё? Я на тебя такие надежды возлагал. Хоть кто-то должен быть умный в этой семье. Ох уж эти наггеты. А может, она специально попила? Ей нимб тоже захотелось над головой. Сейчас. Исцелю я её. Всё-таки тоже люблю. Уверен, она никогда себя так хорошо не чувствовала. Да и впредь не почувствует. Попытка номер три построить резервуар. Спасибо, что перебили со своими кожаными вёдрами. И очень здорово, что есть кнопка паузы. Пускай все подождут, пока я занимаюсь строительством. Колодец будет стоять у нас в центре деревни, чтобы до него проще было поселенцам добраться. Долго думая, я принял решение поженить Адама 2 и Еву 2, чтобы они дали потомство. Деревне нужно расширяться. А кто как не они? Молодые, крепкие и здоровые. Ещё одно сообщение для вас, Творец. Мне начинает казаться, что наггеты путают адрес. Они правда думают, что вы можете решить эти проблемы? Ну что там опять стряслось? Адам хныкает у нас. Давай почитаем, что на этот раз стряслось у наших старичков. Дорогой Творец, слышал, ты можешь творить чудеса. Я строю хижину для нас с Ева, но боюсь, что моя спина больше не выдержит таскать тяжести. Теперь я едва могу удержать молоток, не говоря уже о том, чтобы принести всё необходимые ресурсы. Мне бы только раздобыть ещё немного материалов, и тогда мы сможем достроить наш дом мечты. Боюсь, Ева может бросить меня, если стройка не завершится в ближайшее время. Уверен, что кто-то с более рельефными мускулами и изысканной хижиной может вскружить ей голову. У него наверняка найдётся и бассейн. Я не могу этого допустить. Прошу, помоги мне, Адам. Тьфу, ёлки, я думал, кто помер или ещё что? А тут мужик хату не может достроить. Ай, ладно, помогу я тебе. Ведь ты мне дашь два сочков исследования и одного верующего. То есть ты будешь верить в меня? Ах, какой же я меркантильный бог. Или, может быть, глупый бог? Он же просто ленится. Это красивая планета. Постарайтесь не загубить её, ладно? Возможно, вы слишком добры для этого мира. Пожалуй, дам вам немного времени попрактиковаться с вашими способностями, пока этот наггет валяется в гамаке и потягивает мохито. Ну да, ну да. Так-то он дело говорит. Я слишком добр к ним. Надо построже. Но, поскольку я откликнулся на его мольбу, надо всё-таки ему помочь в строительстве. И в этом мне поможет телекинез. Поднимаем камни. Очень опасно это всё выглядит. И кидаем на стройку. Вроде работает. По крайней мере, ко мне теперь достаточно на стройке. Осталось ещё дерево закинуть. Возможно, стоит попробовать что-нибудь поменьше. Например, лист? Ты что, издеваешься надо мной, что ли, Диктор? А, я... Понял. Я понял его насмешку. У меня мана закончилась. Я смогу поднять лишь маленькое дерево. И как бы я ни старался, вихрь становится больше, но толку от него никакого. Деревья не вырываются. А мана копится медленно. И чтобы это исправить, мне нужно больше верующих. Что ж, тащу на стройку то, что имеем. Пока так. Ну вот. Ещё три дерева. Мана поднакопилась, и можно выдернуть ещё одну ёлку. Допустим, эту. Вот и славно. Мои силы помогли построить этому бедолаге новый дом. Но без бассейна, правда. Надеюсь, что в следующий раз его мольбы будут о чём-нибудь более существенным, нежели это. Какое красивое животное. Кто ты? Олень. Очень красивый олень. И его можно приручить. Либо поохотиться, чтобы добыть его мясо. У вас растерянный вид. Не волнуйтесь, это вполне ожидаемо. Знаю, у вас много вопросов, но со временем вы всё узнаете. Сами. Без моей помощи. Ну а пока стоит передохнуть. Если тебе понравилось, и ты хочешь увидеть продолжение по этой игре, то не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты ещё не подписался. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом видео. Так что, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok